Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире специальный выпуск патрульной службы в студии Ирина Чекунова. По данным ОМВД, за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано более 1000 фактов мошеннических действий, совершенных с использованием мобильных телефонов и сети интернет. Из них порядка 600 преступлений совершены в областном центре. Сегодня будем говорить именно об этом. Михаил, первый вопрос вам. Насколько тяжело раскрываются такого вида преступления? Порой они происходят в условиях неочевидности. Добрый день, уважаемые телезрители. Действительно, проблема мошеннических действий, совершение мошеннических действий в отношении жителей Верхнеложной достаточно актуальна для нашего региона. Как вы справедливо заметили, в настоящее время совершено более 1000 противоправных фактов. Данные преступления фиктируются практически ежедневно. И, как вы ранее отметили, действительно они очень и очень сложно раскрываются. Почему? Потому что они совершаются дистанционным способом, то есть когда злоумышленник и предполагаемый потерпевший контактируют с друг другом либо с помощью средств мобильной связи, либо с помощью средств телекоммуникации. И порой звонят вообще из других регионов. Как правило. Злоумышленники совершают телефонные звонки с территории других субъектов Российской Федерации. Основным проблемным вопросом в настоящее время является совершение мошеннических действий и вытекающих из них хищение денежных средств под предлогом проведения операции по банковской карте. В настоящее время больше 300 преступлений зарегистрировано на территории Тверской области. То есть звонящий представляется сотрудником кредитной организации, сообщает ложную информацию о якобы проведенной клиентом транзакции, либо о блокировке счета, либо о несанкционированном списании денежных средств. И затем, используя нехитрые манипуляции, привязывает счет банковской карты к специально созданному счету и совершает хищение денежных средств. Также очень актуально в настоящее время такой вид мошеннических действий, как хищение при осуществлении операций по покупке и продаже товара через средства телекоммуникации на различных интернет-площадках. То есть если вы продаете какой-то товар, злоумышленник находит интересующее объявление, то есть ваше объявление, у реализации, допустим, какого-то гаджета уже вам не нужного. Сообщает, что он хочет его приобрести, просит вас сообщить данные карты для перевода задатка либо полной суммы. Затем ссылается на то, что он не может сделать эту операцию, так как, допустим, пользуется картой другого банка и точно так же получает необходимые реквизиты. Иногда потерпевшие по собственной безалаберности и беспечности сообщают личные данные, код безопасности, CVV-код, этот код, который опубликован на тыльной стороне платежного документа. И таким образом он опять же привязывается к счету банковской карты и похищает денежные средства. Николай Алексеевич, к вам вопрос. Объясните, пожалуйста, нашим телезрителям, чего ни в коем случае никогда нельзя говорить по телефону. Вот то, что сказал Михаил, то, что какую ошибку допускают жители региона, чего нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Добрый день. Да, есть такая информация, которая относится прежде всего к разряду персональных данных, о которой не стоит говорить, не надо говорить, если вы желаете избежать всевозможных рисков потери собственных финансовых средств. Во-первых, это упомянутые уже данные, которые находятся на обратной стороне пластиковой карты. Это CVV-код, CVV-2-код. Нельзя сообщать также никому никогда PIM-коды вашей карты. Не надо сообщать одноразовые, многоразовые действующие коды к вашему счету и ту информацию, которую вы получаете в своей кредитной организации. Потому что эта информация позволяет идентифицировать любого гражданина, именно как вас, в случае, если злоумышленник завладеет этими данными. Я перебила вас. Если мы получаем карту на руки, то сотрудник банка, когда выдает нам эту карту, ведь он же говорит нам, чего нельзя делать, предупреждая каждого клиента банка. Совершенно верно. Именно такие технологии действуют сегодня в кредитных финансовых организациях. Вручая платежную карту или расчетную пластиковую карту и дебетовую, и кредитовую, каждый клиент банка знакомится с этой информацией, с этими правилами. Они неоднократно доводятся до клиента, что делать нельзя. Так вот, мы все это принимаем, но зачастую злоумышленники, мошенники, аферисты всех мастей, используя механизмы социальной инженерии, эту информацию получают от самих же граждан, совершенно спокойно, и затем ее пользуют. И в результате нанося финансовый вред тем самым гражданам, которые поделились, порой даже не обратив на это внимание, ту информацию, которую ни в коем случае нельзя сообщать не только злоумышленнику, но вообще-то эту информацию по договору с кредитной организацией вообще никому нельзя передавать. И даже в тех случаях, когда звонит работник вашей кредитной организации реальной, он вам вопросы об этой информации никогда не будет задавать. Это первое правило взаимодействия кредитной организации со своими клиентами. Это первый признак, на который надо обратить внимание, если вдруг человек, представившийся представителем кредитной организации, вдруг запрашивает данные вашей карты. Это повод настораживаться, повод прекратить разговор тут же и обратиться в вашу кредитную организацию в ручном наборе, набрав номер вашего банка, указанный на платежной карте. Николай Николаевич, как распознать рядовому жителю Твери, Тверской области, что все-таки вот на обратной стороне телефонной связи находится работник банка, а не мошенник? Это вы знаете, уважаемые друзья, когда вот мы предупреждали, все-таки имеет профилактическая работа свой результат по визиту тех же самых сотрудников, хотя бы и газовой службы, да? Люди перестали пускать реальных сотрудников газовой службы домой, потому что боятся, что это мошенник. Но это в чем-то даже и плюс. Так вот, в чем, может быть, обезопасивают себя люди? Как распознать? Добрый вечер, жители Твери и Тверской области. Есть те правила, которые назвал Николай Алексеевич, которые нужно знать. И если звонит сотрудник банка, максимум, что может предложить своему клиенту, это пригласить его в офис для решения того или иного вопроса. Никогда сотрудник банка не будет спрашивать никакие данные о банковской карте, ни лицевой, ни оборотной стороны, потому что они у него есть. Тем более он не будет спрашивать ни логинов, ни пин-кодов, потому что это уже за гранью профессиональной этики находится. Как только начинается на другом конце провода речь о каких-то конкретных данных по человеку, то этот разговор нужно прекращать. Если есть сомнения какие-то, войти в свой онлайн-кабинет и проверить состояние счетов, которые там есть у клиента, позвонить на горячую линию и сходить в офис, позвонить тому сотруднику, телефон, который есть у клиента. Во всяком случае, телефоны всегда доступны. Телефоны банков, есть какие-то сайты, есть телефон горячей линии. Хотел бы обратить внимание, что в последнее время начинают проявляться ситуации, в которых мошенники, злоупотребляя доверчивость у граждан и используя механизм маскирования своих номеров, используют такие технологии, когда на телефоне у гражданина высвечивается номер, совпадающий с номером кредитной организации. К которому он привык. И в этом случае обратный звонок путем нажатия этой клавиши приводит к соединению с тем же самым мошенником. Почему я и сказал, что в любом сомнительном случае набирать номер кредитной организации исключительно в ручном режиме. В ручном режиме. И давайте еще раз об этом напомним нашим возраильным телезрителям. Максим Александрович, какие, как правило, по вашему жизненному опыту, социальные группы больше всего подвержены этим мошенническим действиям? Ну, естественно, это наши пожилые ветераны, люди преклонного возраста, которые, к сожалению, в силу своей доверчивости всегда подпадают под влияние мошенников. Я бы хотел дополнить коллег по поводу следующего. Сбербанки вам могут позвонить или отправить сообщение только в двух случаях. Первое, это когда пытаются попросить у вас оценку своей деятельности. И второе, это служба колл-центр, которая отвечает за страховые вещи по квартирам. Тогда наш колл-центр... Любые другие звонки, это не звонки банков. Это я поддерживаю коллег целиком и полностью. Еще, чтобы я порекомендовал людям, быть поаккуратнее в социальных сетях. Потому что мы очень часто ту информацию, которую мошенники могут получить, отдаем там, даже с нами не разговаривая. Большой объем информации, которую они используют потом против нас, получают именно там. И даже если вам позвонил банк, и вы сомневаетесь, что это банк, я предлагаю всем жителям Твери и вообще России просто-напросто заблокировать карту. Это как в Сбербанке. По коду F это по мошенничеству. И потом просто ее перевыпустить. На всякий случай заблокировать карту. Абсолютно верно. Как один из выходов. Абсолютно верно. Тогда деньги никуда не уйдут. Вы сможете, и банк сможет провести проверочные мероприятия. И если вам понадобятся деньги на вашей карте, вы можете прийти с паспортом в отделение банка и снять деньги спокойно, без проблем получив. Уважаемые друзья, откуда все-таки данные какие-то добывают, персональные данные злоумышленники, когда они звонят, что-то могут говорить? Они откуда-то берут эти данные? Вы знаете, мы живем в мире цифровизации, и это реальность, которая будет только нарастать. Мы живем в виртуальном мире, оставляем везде следы. И вот то, о чем говорил коллега, хочу это подтвердить. И один из самых таких ярких следов, которые мы оставляем, когда, используя пластиковые карты, мы выходим в интернет-магазины и рассчитываемся картами. Это популярная вещь, и при этом мы называем и фамилию, и имя, отчество, срок действия карты, весь ее длинный номер на лицевой стороне, CV-код, мы тоже называем. И в этой ситуации я всем рекомендую для расчетов в интернет-сети иметь отдельную дебетовую карту. И пополнять ее только тогда, когда... Отдельная карта, да? Отдельная карта, да. И пополнять это только тогда, когда вы собираетесь делать покупку. Вы выбрали покупку, собираетесь все делать, вошли в онлайн-кабинет, пополнили ее на эту сумму, сделали покупку, и она у вас должна дальше лежать до следующей покупки через интернет-канал. Николай Алексеевич, есть что дополнить? Да, хотел бы добавить, поддержать коллег, сказать и обратить внимание, что на сегодняшний день, к сожалению, мы видим, что не только наши ветераны, пенсионеры, люди пожилого возраста становятся все чаще предметом внимания различного рода злоумышленников, мошенников, но в большой степени сегодня это уже и молодежь, и люди такого активного экономического возраста. Потому что мы все знаем, что вот та цифровизация, о которой сказал Николай Николаевич, все глубже входит в нашу жизнь, все чаще мы прибегаем к тем сервисам удобным, интересным, быстрым, очень эффективным, которые нам предоставляют цифровые технологии. И молодежь, как никогда погружена в этот виртуальный мир, она доверяет этому виртуальному миру и очень откровенно между собой в этом виртуальном мире, часто выкладывая в интернет, в эти сети, ту информацию, которую в обычной жизни с соседями не поделилось. Поэтому, во-первых, и молодое поколение сейчас все больше является предметом вот таких злонамеренных действий. И осторожность, и некая цифровая гигиена в социальных сетях, она крайне необходима. Важно научиться понимать, что можно, что нельзя, а что просто опасно с точки зрения финансовой безопасности своей собственной. Михаил, что хотели добавить? Я хочу сказать, что одним из тоже достаточно распространенных способов мошеннических действий, помимо всего прочего, ранее озвученного территории Тверской области, это так называемое ведение в заблуждение как раз вот лиц пенсионного возраста, обычно, да, и среднего, под предлогом компенсации заранее приобретенные препараты. То есть как это происходит? Когда-то, допустим, пенсионер приобретал какой-то БАД в интернете, да, либо через сетевой маркетинг, либо препарат, допустим, для лечения суставов, либо прибор. Миша, но он тоже где-то засветился там в социальных сетях, да? Он где-то на просторе в интернете засветился своей покупкой. Да, оставил свои персональные данные. Через какой-то период времени недобросовестными поставщиками данная информация продается, и мошенники, уже используя, значит, информацию о том, где проживает человек, его личные данные, что, когда он и конкретно покупал за какую сумму, с целью извлечения выгоды, начинают, значит, мошенники прозванивать пенсионеров и сообщать, что поставщики этого товара привлекаются к уголовной ответственности. И в настоящее время им, то есть пенсионерам, потерпевшим, положена компенсация заранее приобретенный препарат. Значит, мошенники представляются сотрудниками Центрального банка, прокуратуры, Следственного комитета, полиции. То есть фактически всеми представителями, которые присутствуют здесь? Да, любыми, значит, имеющими властные полномочия государственными органами и коммерческими организациями, да, для того, чтобы убедить предполагаемого потерпевшего о том, что ему положена компенсация. Дальше происходит следующее. Значит, потерпевшему предлагается перевести небольшую сумму, но, как правило, это начинается с 50-60 тысяч, ну, сравнительно небольшую сумму, за которую ему обещают компенсацию в несколько десятков миллионов. Или в несколько, даже случаи были, когда и больше 100 миллионов людям обещали компенсацию. И люди верят? Люди на протяжении длительного времени отправляют с помощью экспресс-переводов денежные средства, посещая кредитные организации, либо через терминалы оплаты автоматически. И свято верят в то, что через какой-то период времени им на счет, значит, поступят крупные суммы за компенсацию от, значит, противоправных действий мошенников. Естественно, это не происходит, и потерпевшие обращаются спустя месяц, а иногда и годы, информируют правоохранителей о том, что с ними произошла такая беда. И обидно в этой ситуации, что верят, ведь перекрываются именем представителей закона, такими крупными организациями. И ведь в чем профилактическая работа состоит банков? Прежде всего, как вы надоумить людей, чтобы не делать этого? Во-первых, у нас, мы называем это ручным контролем, когда приходит пожилой человек и пытается сделать большой перевод, естественно, сотрудник, который занимается этим переводом, он начинает выяснять, а что же это за перевод. И объясняет, в случае, если мы видим, что есть здесь мошеннические действия, то сотрудники вызывают сотрудников правоохранительных органов уже в процессе, изымают заявление, если это необходимо, выясняют, что это такое, и по ситуации либо возбуждают уголовное дело, либо выясняют ситуацию и работают дальше. То есть сотрудники банков сами держат руку на пульсе? Мы стараемся. Возникает какой-то перевод, да, вопросы? Организованное взаимодействие с филиальной сетью практически всех коммерческих банков. Мы на прямой связи всегда, у нас не только вот эти виды мошенничества, скажем так, на контроле, есть и другие виды, которые мы постоянно на прямом контакте и с коллегами, и с правоохранительной системой, мы их отслеживаем. Но бывают случаи, что потерпевшие, опять же повторюсь, сильно верят в то, что им обязательно положена компенсация. А вы мешаете? И мешаем и мы, и вступают в конфликтные ситуации с руководителями отделений банка, а по законодательству только гражданин имеет право распоряжаться финансами, которые аккумулированы на его счете. И сотрудники банка имеют право лишь проконсультировать. Гражданина о возможных мошенничких действиях. Уважаемые друзья, Ваша профилактическая работа непосредственно, в чем польза, наибольшая польза, от какой работы, по-вашему? От комплексной. Вот самые высокие эффекты, самая большая польза будет тогда, когда принимается целый комплекс мер, и технических, и организационных. Банк России, как надзорный орган, тоже очень внимательно относится к этой проблеме. Уже несколько лет в системе Банка России функционирует такая организация, как Финцерт. Это центр мониторинга и реагирования в сфере финансово-кредитных взаимоотношений. Именно эта организация отслеживает всевозможные угрозы на финансовом рынке в киберпространстве и занимается методической, организационной и технической помощью, поддержкой всем кредитным организациям, функционирующим на территории Российской Федерации. Вот на сегодняшний день уже с Финцертом взаимодействует 826 финансовых организаций, среди которых и кредитные организации, и микрофинансовые организации, и страховые компании. Туда же взаимодействуют с ними и наши силовые структуры, занимающиеся подобного рода проблемами. И вот хотелось бы отметить, что на сегодняшний день большая часть кибератак на финансовые структуры на территории Российской Федерации были идентифицированы именно Финцертом, предупреждены кредитные организации, организован целый комплекс мер по защите наших финансовых организаций от подобного рода атак. Со стороны злоумышленников. Ну вот, я так думаю, что именно слаженная работа кредитных организаций и Центрального банка, взаимодействие и обмен актуальными данными в случае выявления признаков мошеннических действий, является таким существенным важным условием для защиты интересов и кредитных организаций, и, конечно, клиентов кредитных организаций. — Николай Николаевич, чувствуется работа, именно вот такая слаженная работа одной команды? — Да, она ведется именно в таком системном режиме. — Именно в такой профилактической работе, а работа с клиентами непосредственно? Объяснение, это опять же на уровне объяснения все людям? — Да, это начинается работа на уровне оформления счета, выдачи пластиковой карты. Затем все это рассказывается, предлагается еще отдельно ознакомиться с теми правилами, которые прописаны в договоре. В дальнейшем те сообщения, которые идут от банка, обязательно указываются предупреждения, ни в коем случае не сообщайте ни логины, ни пароли, ни вот эти пин-коды, даже сотрудникам банка. Есть еще в банке система фронт-анализа, которая выявляет нетипичные платежи. Если такой платеж выявляется, это делается в автоматическом режиме, без участия сотрудников банка. Если такой платеж выявляется, операция приостанавливается. Вот тогда клиенту делается звонок, просит его позвонить в банк, своему менеджеру, и говорят ему, что ваш действительно платеж приостановлен, но вход в систему, в диалог идет, предлагается инициатива эту сделать в этой ситуации клиенту. — Клиенту, ну как, а набираем вручном режиме, как мы уже сегодня говорили, да? — Вот, или прийти в офис, лучше в офис. И разбирается эта ситуация, если клиент делает, если его платеж, то он пропускается, если нет, то, значит, мы победили мошенника в моменте. Вот, а бывает, что клиенты этим недовольны, но такие ситуации нечасто, кстати, происходят, но это делается во благо всех, на самом деле. Вот, еще ведется работа с клиентами, мы предупреждаем всех, чтобы все попытки завладеть их информацией, они фиксировались, фиксировались телефонные номера, сообщали и в нам, в банк, служеб безопасности, дальше отрабатывать это в установленном порядке. — Вы хотели дополнить? — Да, я бы хотел обратить внимание еще на один очень важный момент, если говорить о профилактике подобного рода ситуаций. Начну с того, что, отмечу тот факт, 79,5% россиян старше 18-летнего возраста являются клиентами кредитных организаций, имеют счет, карту, там, все как положено. То есть, это практически большая часть нашей страны. И поэтому очень важно среди всего населения Российской Федерации проводить мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности, чем мы активно занимаемся на территории нашей Тверской области. И вот взаимодействуя с организациями, с разными, вот с Надеждой Самой, вот эти мероприятия носят крайне актуальный характер, очень важный и очень полезный для всех групп населения, начиная от детишек в детском саду и заканчивая нашими пенсионерами, которые немного другими проблемами сталкиваются. В то же время есть темы и вопросы, которые очень интересны для финансово-активного, экономически активного возраста наших граждан. И таких тем, на самом деле, очень много. Банк России является одним из таких структур государственных, которые самым непосредственным образом проводят эту работу. И при необходимости, когда к нам обращаются наши граждане, мы всегда помогаем, поддерживаем и предоставляем соответствующие материалы. И хотелось бы в этот раз сказать огромное спасибо средствам массовой информации Тверской области, которые всё чаще, всё больше публикуют материалы, которые мы предоставляем, направленные именно на изучение и восприятие самых острых, важных, ответственных таких моментов, в том числе и по правилам финансовой жизни нашего населения, наших граждан, с которыми приходится сталкиваться с многочисленными проблемами и вопросами. Поэтому вопросы повышения финансовой грамотности среди населения в широком диапазоне – это один из важнейших моментов, наверное, который позволит обеспечить профилактику с самым высоким эффектом. – Вопросы профилактики для Сбербанка, они те же самые, те же, что сказали ваши коллеги, да? Есть какой-то ноу-хау? – Ноу-хау, знаете, это, наверное, объединение всех в борьбе с мошенниками. То есть, да, это общая система, это общая система распознания, это общая работа как правоохранителей, так и банков, так и в целом людей. Потому что людям нельзя давать мошенникам поводы к тому, чтобы они могли их обманывать. Как только человек поймет, что он сам владелец того, что он делает, у мошенников просто не будет шансов что-то сделать. Ни жулики не будут получать информацию, ни банки смогут быть более надежно защищать деньги граждан. Только так. – Сергей Николаевич, с каким видом преступлений чаще всего приходится сталкиваться с сотрудником прокуратуры? Ведь это тоже порой безответственность людей, которая влияет на финансовые потери. Что чаще всего, что доходит до суда, что удается доказать? – Здравствуйте. Могу сказать, что все виды мошенничества, которые были ранее озвучены, все в поле зрения органов прокуратуры. Мы надзираем с момента поступления сообщения о преступлении и до вступления приговора в законную силу. Все виды мошенничеств входят в поле нашего зрения. Из тех мошенничеств, которые доходят до суда, все, что касается банковской деятельности, могу сказать, что мошенничества, которые связаны с обманом под видом сотрудников банков, до суда достаточно редко. – Это пока еще редко? Это в чем дело? Труднодоказуемо или как? – В том числе и труднодоказуемо. Но это не такой распространенный вид мошенничества. Если говорить по банковским продуктам, наибольшее число преступлений больше все-таки связано с кражами денежных средств непосредственно с карт. Когда либо похищаются сами банковские карты и потом снимаются денежные средства через банкомат, либо похищаются денежные средства с использованием мобильного банка, онлайн-сервисов через личный кабинет. Да, это все также связано с тем, что потерпевшие либо доверяют карту, либо оставляют ее без внимания. И за последние годы очень широкую популярность приобрело хищение, связанное с бесконтактной оплатой, когда карты выпускаются с возможностью снятия наличных, либо оплаты покупок без введения пин-кодов. Да, это просто прикладывается. И здесь мы должны, наверное, также обратиться к нашим жителям региона, чтобы ответственнее относиться к банковской карте. Это все-таки как документ. Да, это платежный документ. И к ней также такое же внимание должно быть, как к наличному кошельку. Из примеров судебной практики могу привести два уголовных дела, там, где действительно были осуждены группы или лица, которые систематически занимаются хищением под видом банковских работников. Это приговор Конаковского суда в феврале этого года, там, где была осуждена организованная преступная группа жителей, опять же, другого региона, не Тверской области, которые совершали мошенничество в отношении жителей Тверской области. Все эпизоды преступной деятельности были доказаны. Приговором организатор осужден к 11 годам лишения свободы. Реального лишения свободы. Реального лишения свободы. А соучастники к 4-6 годам лишения свободы. В прошлом году в Центральном районном суддом города Твери вынесен приговор также в отношении жителей другого региона, который, как раз используя номер телефона, очень сходный с номером службы поддержки одного из крупнейших банков, вводил в заблуждение граждан. И также получал все реквизиты банковской карты, и затем с использованием интернет, системы интернет, похищал денежные средства. Номер телефона был очень похож. И хочу обратить внимание на то, что во всех этих случаях, вот в обоих этих случаях, злоумышленники не использовали какие-то ранее известные им данные о потерпевших. В первом случае просто направлялось СМС-сообщение о том, что ваша карта заблокирована, и перезвоните на такой-то номер телефона. Это просто на АБУ? На АБУ. И в процессе дальнейшего разговора получали все необходимые реквизиты банковских карт. Это вот еще раз мы возвращаемся к тому, да, что, чего нельзя никогда ни в коем случае говорить, да? Потому что вот если, да, бывает, что сидит человек вообще в другом регионе, да, вот, и вот так вот авось пронесет. Вот из ста звонков он находит одну жертву, с которой уже может поживиться. Действительно, что злоумышленники с целью совершения преступления совершают огромное количество телефонных звонков, иногда просто перебором либо мобильных телефонов, либо городских стационаров, абонентских номеров. И охват аудитории очень большой. Я думаю, что среди телезрителей и гостей студии неоднократно приходили к кому-то смс-сообщения, либо поступали звонки от лжебановских работников. Что касается отправки смс-сообщений, это делает машина. Есть написанные программы, которые отправляют тысячи сообщений тысячам абонентов в различных регионах России, и затем кто-то, да, попадается на удочку мошенничества. Всегда, всегда, в любом случае, будет уловка, к сожалению. И стоит отметить, что как правоохранитель я обращаю внимание, что не всегда злоумышленники в настоящее время совершают звонки из территории, допустим, колонии, как это было раньше, если мы говорим, допустим, о таком способе мошенничественных действий, который также распространен, как родственник попал в ДТП либо в полицию. Иногда это уже освободившиеся люди, которые в силу того, что они ранее совершили преступление, знают всю схему, знают процесс доказывания, на что обращают внимание при совершении преступления. После освобождения, находясь уже, скажем так, на воле, совершают подобные виды преступления. Так называемое телефонное мошенничество, которое, к сожалению, у нас тоже распространено. Вот я слушаю вас, уважаемые друзья, такое впечатление, что наши преступники очень здорово финансово подкованы. Вот о чем говорил Николай Алексеевич, да, что финансовый ликбез, да, почему-то мы с малых лет детей учим, как переходить дорогу, как правильно нужно вести себя на дороге, а здесь, да, здесь также это все необходимо делать, чтобы быть наравне с теми, которые иной раз такое ощущение создается, что они идут впереди, впереди тех, кто стоит на защите закона. Надежда Александровна, вот по-вашему, как сейчас организована вот эта ликвидация финансовой безграмотности населения, что предпринимается? И ведь это каждый случай, о чем мы сейчас говорим, это и есть нарушение конкретного права человека, да? И это непосредственно тоже ваша компетенция. Ирина, я хочу вас поблагодарить и вашу телекомпанию за то, что вы организовали вот такую встречу, возможность донести до наших телезрителей ту информацию, которую мы обладаем. Вы знаете, настолько мы доверчивы, что я, сколько бы мы ни говорили, сколько бы мы ни повторяли, повторяется то же самое. И оплачивают, и получают бесплатные учительские услуги, которые могли бы получить платно и так далее. Мы давно уже занимаемся вопросами правового, будем говорить, воспитание или совместно с тем, здесь все собрались единомышленники. Буквально вчера провели очень большое мероприятие, онлайн-конференцию, где подключены было более тысячи человек по всей области. Это в нашей городской, вернее, в областной библиотеке имени Горького. И все муниципальные образования, деловые центры, библиотек вышли с нами на связь. Вот участниками были все наши здесь представители, говорили и финансовые грамотности, приводили примеры, и прокуратура, и УВД, пенсионный фонд. Сегодня готовы и другие наши структуры включиться в эту программу. Мы только что говорили с представителями Батбанка о том, что необходимо такую же онлайн-конференцию провести, очевидно, в начале следующего года по финансовой грамотности. Это один из важнейших таких моментов, и мы ее поддерживаем и проведем, потому что выехать в каждый район невозможно. Пригласить, наверное, вот в такую большую аудиторию невозможно. Когда мы более тысячи наших граждан Тверской области сразу даем информацию, это хорошо. Это приходят самые активные люди, которые приходят и рассказывают на местах. Но я хочу сказать еще об одном моменте, что вот эта доверчивость приводит к тому, что человек даже потом невозможно защитить. Вот сегодня говорил, прокуратура и полиция, что выявляя невозможно подвести под мошенничество. Да, оказан, да, в заблуждении, да, оказана какая-то некачественная услуга. И выявить это очень, как бы, сложно. Вот мы сегодня в течение года уже со всеми органами занимаемся одной из организаций юридической, Центр юридической помощи, которая оказывает такие услуги, что, я не знаю, зачем к ним приходят. К нему приходят за одним, и они говорят, что мы вам окажем бесплатную помощь. И человек, когда им рассказывают, там сидят настоящие менеджеры. Они не понимают ничего в юридических вопросах, но они понимают, как у человека взять деньги. И берут эти деньги. И берут эти деньги. Вот просто вот я вот могла привести вам пачку таких вот наших обращений, которые мы пытаемся, конечно, людям объяснять, что этого делать нельзя. Что не надо идти за тем, что вам нужно пенсию пересчитать, идти в эту юридическую контору. Они все равно отправят в пенсионный фонд, но они возьмут с вас 18-20 тысяч, и вам все равно откажут, потому что там нет никаких оснований для того, чтобы вам повысить пенсию. Надежда Александровна, но если люди обращаются в эту юридическую контору, значит, возможно, недорабатывают в чем-то организации, которые могут оказать эту финансовую поддержку, недостающую юридическую. Ну, вы знаете, есть детское понятие, есть бесплатная юридическая помощь, о которой мы очень много говорим. Это определенные категории и определенные виды услуг, виды помощи. И это все как бы оказывается, и это находится под контролем Министерства социальной защиты. У них на сайте можно все это найти. Но сегодня ни одно наше ведомство не откажет от приема. Стоит прокуратура, они каждый день проводят прием. И сегодня, вот вчера в Дирамо говорили с помощником прокурора, что они тоже организовывают сегодня более обширную сеть для того, чтобы население не только прокуратура приходило, и будут принимать совместно даже в муниципальных образованиях. Ну, там принимают. И даже в городе Твере будет прием проводиться по отделениям именно областной прокуратурой. Ну да, каким-то образом надо показать людям, что есть альтернатива жителям. Потому что если обращаются за этой помощью, значит, есть потребность. Ну, я еще хочу сказать, что сами наши граждане, они настолько доверчивы. Ну, еще раз, 50 раз, посмотрите, что вам дают. Когда вы приходите за помощью, что вам там написали? Если вам пишут, что вам нужно повысить пенсию, зачем они вам пишут, что вы отправите в трудовую инспекцию? Переписывают всю Конституцию, переписывают законы обращения граждан. Все туда, чтобы было там много, красиво и хорошо там написано, бессвязано. И отправляют в трудовую инспекцию, ну и в пенсионный фонд, и вот такую пачку отдают. И, конечно, мы вам такой труд сделали. Пожалуйста, оплатите нам за это. Ну, почитайте, что вы, ну, почитайте договор, который вы заключаете, если вы хотите получить платную услугу. Посмотрите, что я в этом договоре написала. А, Брин Ильич, можно таких вообще, вот такие юридические службы? Знаете, там вопрос больше даже в том, что люди приходят в прокуратуру, им говорят, что нет, вам не положено перерасчет пенсии. Они идут в эту организацию, им говорят, что положено, мы вам поможем. И опять отправляют в прокуратуру. Дайте денег, а в результате отправляют в тот же пенсионный фонд. Или в прокуратуру. Ну, это вот это же желание людей, вот это, как говорится, что бесплатный сыр только в ушеловке. Вы знаете, можно я дополню. Да, конечно. Смотрите, мы сейчас говорим о том, что там кто-то что-то много пишет. Я думаю, что у коллег тоже много примеров, о которых я сейчас скажу. Человек берет свою пластиковую карту, пишет на ней маркером пин-код и кладет в свой кошелек. Чтобы не забыть. Ай-яй-яй, а как у меня деньги украли? Или берет на бумажке, пишет рядом с кошельком, в кошельке рядом с картой, кладет этот пин-код. Но это, когда человеку объясняешь, вы извините, но вы сами спровоцировали кражу денег. Если бы у вас похитили только карту, жулики бы с ней ничего не могли бы сделать. То есть у них без пин-кода доступа к вашим средствам отсутствует, его нет. А вы его спровоцировали сами. И люди идут вот в эту же организацию, о которой сейчас говорят, и пишут заявление в банк о том, что платят туда деньги еще больше, чтобы из банка взыскали эти деньги. И им говорят, ребят, не надо этого делать, никто вам деньги эти не вернет. Это произошло по вашей вине. То есть, по сути своей, вы заключили, получается, публичную оферту, вы взяли эти деньги, вытащили из кармана и отдали жуликам. Все. Ирина, мы договорились на два месяца, вот, ноябрь-декабрь, и со всеми органами о том, что именно для пенсионеров проведем большую просветительскую работу по мошенничеству, по борьбе с мошенничеством. Причем вчера мы обратились в социальную защиту, они нам представили такой огромадный план, составили большую очень работу, где включили все органы. И прокуратура, и полиция, и банки пошли на встречу, пенсионный фонд. Все будут выезжать, смотреть по этим мероприятиям, мы тоже включаемся, даем материал. И еще хочу сказать, что очень большой материал у нас размещен на нашем сайте. Мы вчера онлайн-конференцию провели, все там разместили. Даже ролик, который подготовила прокуратура, он такой интересный, для младшего возраста, его можно посмотреть у нас, мы его тоже к себе на сайт прикрепили. И всю информацию, которую дали банки, мы тоже там разместили. В систему субъектов профилактики включено, в настоящее время и проект в Тверской области разработан и реализуется план на 19-20-е годы «Стоп мошенничество». В рамках этого плана жители Верхневолжья уже могут ознакомиться с информацией профилактического характера, которая будет размещена на квитанциях ЕРКЦ. Здесь, мне кажется, не бывает, не может быть никаких таких, наверное, лишних предупреждений. Здесь все пойдет только на пользу, потому что иной раз человеку нужно сказать 150 раз, чтобы до него что-то дошло, и чтобы он не писал вот таким образом на карте свой пин-код, чтобы он не оставлял. А вот, кстати, потом задают вопросы, а кто нам будет компенсировать? Вот сами вот иной раз допускаем, да, вот такую оплошность, а потом спрашиваем, а вот у меня мошенник снял с карты сколько-то денег, а кто мне компенсирует? Пускай мне банк компенсирует, что мы можем ответить. В каждом конкретном случае ответ может быть разный. И если доказывается вина владельца карты, счета или ресурса какого-то финансового, что им нарушены условия договора в результате чего был нанесен ущерб, в этом случае никто не обязан компенсировать эти потери. И только в том случае, что если потери или ущерб клиенту кредитной организации в данном случае нанесен некими другими способами, без раскрытия персональных данных, без предоставления пин-кода, который наши граждане иногда сами диктуют, пишут, отправляют смс-кой, в соцсетях фотографируют свою новую карточку в красивом дизайне и с одной и с другой стороны выкладывают. Никакой банк, ни одна правоохранительная организация не будет заниматься этим вопросом. Это последствия действий владельца карты. И надо признаться, что практически 97% случаев хищения со счетов физических лиц – это как раз хищения, которые проведены в результате социальной инженерии, когда люди под воздействием действий, если так можно сказать, под воздействием неких внешних обращений, выдают всю необходимую информацию мошенникам. 97% случаев. Мы сами виновники тех ситуаций, которые привели к нашим потерям. Нам всем надо быть внимательными, нам не надо страха, не надо боязни никакой, не надо суеты. Нам надо быть просто внимательными, аккуратными в случаях, когда возникают сомнения. Вот уже коллеги говорили, телефонную трубку на место, набрали номер, который у вас указан официально в договоре, либо на пластиковой карте, уточнили. А еще лучше пойти, дойти до ближайшего отделения вашего банка. На все сомнительные операции банк имеет право приостанавливать любые сомнительные операции на срок до двух дней, вполне достаточный срок для того, чтобы получить квалифицированную, грамотную помощь в офисе кредитной организации. Не надо торопиться, не надо спешить и не надо поддаваться панике, прежде всего, когда вы вдруг получаете вот такие звонки. Можно просто посмеяться над шутками. Я хочу поблагодарить Ванящего за такую информацию и пойти в пряменькую банку. Сергей Николаевич, Ваш совет жителям региона. Я хотел бы ответить на предыдущий вопрос. Когда мы говорим о неправомерном, незаконном списании денежных средств таким способом, мы говорим о преступлении. Компенсация в этом случае возможна только путем возмещения ущерба от совершенного преступления. То есть в результате раскрытия этого преступления и обращения взыскания уже к преступнику. Соответственно, конечно, говорить о вине кредитной организации не приходится. Еще хотел бы сказать, что все обстоятельства таких преступлений свидетельствуют о все-таки высоком доверии к банковским работникам. И этот ресурс надо использовать, в том числе кредитным организациям. Люди верят звонящим. Несмотря на то, что звонят с каких-то неправильных телефонов, люди верят, и это доверие необходимо использовать для правового просвещения, для повышения финансовой грамотности населения. И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, это своевременность обращения правоохранительных органов. Иногда, от каждой минуты, от каждого часа, зависит возможность или невозможность предотвратить это преступление или раскрыть это преступление. Поэтому, если жители, если каждый человек понимает, что в отношении него совершено преступление, откладывать поход в правоохранительные органы нельзя. Да, это нужно запомнить. Надежда Александровна, Варикаренко. Еще раз хочу сказать, что все государственные органы оказывают помощь бесплатно. Пусть не ходят к тем, кто... Еще раз говорю, бывает сын у нас бесплатный только в мышеловке. Повторять это можно безустанно. Еще раз здравствуйте. К нам присоединились новые участники. Это Константин Третьяк, директор филиала МТС Тверской области. И Юлия Чех, психолог, преподаватель. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте. Константин, как Ваша организация, все-таки очень много абонентов МТС, сталкивается с этим видом преступлений? Есть такая проблема? Существует она так же актуальна, как и для других структур? Совершенно верно, есть такая проблема. Хочу сказать о том, что на самом деле базовая вещь, в которую все упирается, это финансовая неграмотность и доверчивость наших граждан. С точки зрения оператора связи, я хочу сказать, что есть несколько обязательных правил, которые необходимо учитывать, с чем сталкиваемся мы, допустим, во время разбора, в том числе с правоохранительными органами. Обязательно смотрите, что и откуда вы устанавливаете на свои смартфоны и планшеты. Потому что очень часто бывает, что приложения скачиваются с неких сторонних ресурсов, а приложения вот эти становятся все более умными. Они не только умеют отправлять и получать смс, но они это умеют делать в правильное время, в то время, когда вы не смотрите, они заглушают звук, и эти технологии становятся все более интересными и продвинутыми. Я хочу сказать, что у меня был в практике случай, у пенсионерки на телефоне, на смартфоне стояло 42 приложения, ворующих средства с банковской карты. Поэтому рекомендация Мояби обязательно использовать официальные магазины от разработчиков, это первое. Второе, о чем уже спрашивали, это если вы свой номер телефона меняете, обязательно отвязывайте старый номер от всех ресурсов, от социальных сетей, от банков, от всего, с чем он может быть у вас связан. Потому что завладев старым номером, собственно, можно получить доступ на ваши ресурсы банковские. А есть такие случаи? Люди забывают такое делать? Это бывает очень часто. Люди думают, что если он сим-карту выбросил и вставил новую, то все хорошо. Но здесь нельзя забывать о том, что коды на операции, они все приходят на старый номер. Если вдруг старый номер оказался у кого-то в руках, то у вас средства могут все-таки уходить. Снова хочу сказать о том, что, в принципе, Россия находится еще на самом старте по всем электронным мошенничествам. Хочу сказать, что в развитых странах в разы больше. Поэтому есть прогноз такой достаточно негативный, что количество способов и мошенничества с годами будет расти. Поэтому главное, базовое правило, еще раз, это финансовая грамотность. От этого никуда не деться. Но мы можем вот этой финансовой грамотностью, ликвидацией, ликбез вот этой, да, финансовой безграмотности, какой-то заслон поставить? Я думаю, да, что на всех уровнях это необходимо. Как уже сказали другие участники передачи, слушайте, смотрите и читайте. Если вам говорят о том, что никому не сообщайте эти коды, значит, их никому нельзя сообщать. Какую-то информацию, если человек меняет телефон, приходит к вам, вы, ваши сотрудники-консультанты, объясняют? Объясняют? Объясняют. Это сотрудники о том, что там смена номера, все-таки необходимо это выполнить ряд действий для этих вещей. И если номер привязан к той же банковской карте, что нужно делать? Да. Там более того, я хочу сказать, что мы как операторы МТС, на самом деле, мы несколько лет уже очень сознательно ведем работу с такими ресурсами, мы их блокируем, мы блокируем все возможные и переводы, и смски, и так далее. Но заблокировать все мы не можем, это физически невозможно, потому что финансовая грамотность, все отсюда. Мне понравился пример, который Константин говорил, у пенсионерки смартфон и 42 приложения. Я хочу сказать, больше бывают случаи, сейчас все меньше, знаете, наверное, что несколько лет назад карты экспресс-оплаты использовались, было масса случаев, когда приходят люди, в основном это в возрасте уже, покупают эту карточку, стирают код, подходят наши специалисты, говорят, а как мне отправить этот код на этот номер? Его за руки держат, говорят, нельзя, это мошенники. Люди возмущаются, говорят, нет, вот я там что-то выиграл, мне это надо отправить, это удержать невозможно. Юля, вот вы специалист, как чисто психологически может понять человек, я не говорю, что это пожилой человек, но человек вот как бы в зрелых годах, может понять, что на той стороне, не зная даже вот те рекомендации, которые наши уважаемые гости давали, что что-то не того, и каким-то образом поставить психологическую защиту? Знаете, все сейчас говорили про финансовую грамотность, но никто не вспомнил про психологическую грамотность, потому что, ну, как бы за любым мошенничеством стоит человек, они все очень хорошие психологи-манипуляторы, они давят вот как раз на те самые точки, да, если мы говорим, когда человек там набирает, что-то говорит, можно поставить, но если мы говорим про пожилых людей, то здесь только родственники или семья, которые должны разговаривать, да, сообщать какую-то информацию, придумывать, я не знаю, пароли, да, чтобы огородить пожилого человека. Если мы говорим про средний возраст, да, вообще человеком управляют эмоции. Ой, на 80%, 20% логики. И вот когда вот что-то происходит, эмоции захлёстывают. Есть действительно практики, которые может человек себя тормознуть, да, вот именно тормознуть, остановить, да, посчитать там от 10 до 1, перезвонить, как сказали, да, друг, ну, снова там уточнить что-то, не знаю, набрать друга, да, там, родственника, спросить у него вообще, может быть такое, что делают обычные люди, да, сразу в панике, начинают там набирать, скитывать, сбрасывать. И нужно понимать, так как вам набирает манипулятор, он будет стараться до последнего вас держать на телефоне. Есть очень множество техник, да, когда главное, чтобы человек не сорвался с крючка. А вот положить трубку, ничего страшного, банк можно перенабрать. Ну, как вы сегодня сказали, это надо просто улыбнуться, положить. Да, положить, да, выдохнуть, успокоить, главное успокоиться. Потому что часто бывает, действительно, люди, ну, начинают в панике там бежать до банкомата, что-то делать, а потом уже идёт действительно невроз, да, там, уже кризисные психологи работают, люди теряют очень много. Никто не застрахован от манипуляций, именно злостных манипуляций. Но если человек предупреждён, он вооружён. И, конечно, жить всё время в состоянии, вот сейчас меня могут обмануть, нет. Но трезво и здраво оценивать может каждый. И да, действительно, социальные сети очень много дают почву, да, для как раз вот этих манипуляций. Нужно помнить, что размещаешь. Мы говорим про средний возраст, про молодёжь. Нужно понимать, какую информацию мы сообщаем. И действительно остановиться, выдохнуть и жить в этом моменте. А не в панике куда-то бежать, рушить всё на свете, да, там, себя. А потом думать, господи, что я сделаю? Это как вот Михаил вспоминается мне сейчас. Те же самые манипуляции с телефонным мошенничеством. Бабушка, мама, я попал в аварию, ей кажется, что уже и голос-то родной звучит. И назвали-то меня верно, и имя-то назвали, да, и бежит в выпучи глаза передавать какие-то там 15, 30, 40, 90 тысяч рублей последние находят. А потом, а что ж я не перезвонила-то? А ты что ж так бы вот положила бы спокойно? Ну вот, не действует в этой случае. Ну а если бы, допустим, действительно есть такие ситуации, и сами же родственники сказали, так, бабушка, зная, что у неё там есть 80, 100 и так далее, тысяч рублей, вот если я тебе называю пароль, вот давай придумаем пароль, ну пусть это, да, будет немножко примитивно звучать, но для пожилых людей это работает. У бабули, я сказала вот это слово, да. Вот тогда, как бы, да, возможно, ну это как бы на крайний, да, случай. Потому что всё остальное, да, схемы, смс-ки присылают и так далее, но всё равно стоит человек, мошенник, манипулятор, который управляет. Если эмоции захлёстывают, я ещё раз повторюсь, есть такое понятие эмоциональный интеллект. Да, опять же, финансово-грамотности надо вводить сразу такой эмоциональный интеллект. Если человек понимает, что так, стоп, что-то не то, что-то я вообще не то делаю, не туда бегу, действительно может сберечь. И есть понятие стыдно. Очень часто люди, которые попали в такие ситуации, им стыдно. Как это так, меня обманули? Как это так, я там такой замечательный подался на провокацию? Поэтому очень много случаев не раскрываются, и снова попадают люди в такие же истории. И опять же, возникают кризис-состояния, стрессы, не дай бог, депрессии, всё-таки это медицинский диагноз, да. Поэтому не стыдно. Лучше признать и обратиться за помощью, чем вот это всё внутри взращивать, да, и там уже действительно будут с психикой психические проблемы. Это на самом деле очень серьёзно, да. Уважаемые друзья, я предлагаю ещё раз. Давайте мы ещё раз напомним. Пусть это будет совет психолога послушаем. Ещё раз выдохнем, да, напомним нашим уважаемым жителям Тверской области. Самые главные советы. Вот так вот от каждого. Михаил. Ну, очень важно понимать, что вот Юля справедливо заметила, жертва мошенника может стать каждой. Если мы говорим о том, что сообщается какая-то негативная информация, это уже случилось. И если ваш родственник, не дай бог, попал в ДТП, либо с вашей банковской карты списаны денежные средства, это уже произошло, по мнению мошенника. Возьмите паузу. Поговорите с родственниками. В крайнем случае выйдите на лестничную клетку, поговорите с соседями, которые вас стопроцентно разуверят, как люди, не вовлечённые в эту ситуацию, что это случилось. Если кто-то когда-то стал жертвой мошенника, в любом случае обращайтесь с заявлениями в полицию. Николай Алексеевич. Ну, я бы ещё раз хотел напомнить о том, что категорически рекомендуем сохранять свои персональные данные и обеспечивать их сохранность, не распространять их без необходимости в социальных сетях и, безусловно, ни с кем никогда не делиться информацией о реквизитах своих финансовых инструментов. Будь то счёт в банке, будь то пластиковая карта с соответствующими надписями CVC и CVV кодов, PIN кодов, логинов, SMS кодов, одноразовых, многоразовых, это только персональные инструменты ваши. Поэтому вот категорически любое распространение такого рода информации практически верный риск попасть в нехорошую ситуацию. Николай Николаевич. Прибегая к использованию финансовых различных инструментов, те же пластиковые карты, внимательно ознакомиться с правилами и этим правилам следовать. Ни при каких обстоятельствах ни с кем не обсуждать свои финансовые вопросы по телефону. Лучше посетить банк. Максим Александрович. Даже если вы поговорили с кем-то и что-то отдали, и чувствуете, что это ненадлежащий источник, звоните, блокируйте карту и идите в ближайшее отделение банка, в котором вы обслуживаете. Юлия. Хочется сказать, остановиться и подумать. То есть стараться держать всё-таки под контролем и немножко контролировать ситуации, которые связаны именно с такими SMS-ками, звонками. То есть нужно как-то глубоко подышать и выдохнуть, чтобы всё наладилось. Константин. Совет мой. Очень внимательно следите за всеми ресурсами, где вы оставляете свои данные. И за теми ресурсами, на которые вы заходите в интернете. Потому что потенциально в 90% случаев эти данные могут стать открытыми. Уважаемые друзья, спасибо вам за участие в нашей программе. Это была программа «Патрульная служба». Убедительная просьба – берегите себя и будьте бдительны. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова